Весы. Бизнес-астрология. Каким же бизнесом лучше заняться, чтобы получить хороший результат? В какой профессиональной сфере каждый из нас подвержен наибольшему риску? И здесь у нас, у дорогих наших весов, есть такой параметр. Без партнерства деньги приходят сложно. Статья ваших доходов во многом может зависеть от социального статуса. В одиночку больше потратите, чем заработаете. Для вас финансы являются мерилом общественных отношений. Хочется приятно посидеть в театре, поздороваться с уважаемыми членами городской администрации, невзначай пригласиться на званный ужин, прикупив по случаю затейливый подарок со смыслом. Все имеет значение. Вежливость, насколько дешево ценится окружающими, настолько дорого обходится их обладателю. То есть вам буквально за все приходится платить. Поэтому ищите партнера-спонсора. Только с ним познайте вкус материальных наслаждений. Когда разберетесь не на шутку, начинайте вкладывать средства, возможно, в искусство, в культуру. Говорят, истинная красота не меркнет со временем. Значит, прикупите себе пару заводиков по изготовлению косметики и прочих модных аксессуаров. И если прогорите, все равно имидж красивого начинания обеспечен. Деньги – это ничто. Имидж – все. На нем больше заработаете. Благоприятные сферы для бизнеса для вас весы. Это фирмы в творческой сфере. Искусство, шоу-бизнеса, визажа, рекламы, журналистики. Часовое производство и ювелирное дело. Гостиничный сервис. Охрана, сыскная деятельность. Юстиция, здравоохранение. Кулинария. А где же зона риска для дорогих весов? Здесь определяет ее сам знак интуитивно. И никогда не ошибается. И здесь вот таких критерий для весов. Особенно если весы с партнерами. И продуманный, интуитивный шаг, он может быть достаточно весомым и счастливым для весов. Поэтому, дорогие мои весы, партнеры для вас это многое значит. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. В вашем случае это очень хорошо работает. Пусть это будет вам во благо. Благодарю. Благодарю.